Всем привет, с вами Прия. Находясь в очереди и еще не улетев на Игромир, хочется записать небольшой разговорный видосик, а именно о том, каким классом играть в World of Warcraft Classic. Суть в том, что люди, не знаю, как будто вернулись в эту игру вновь, либо только вернулись с отпусков, везучие, конечно, на самом-то деле. Это новая волна, как будто игроков пришла в эту игру. Это замечательно, если есть очереди на серверах, значит, люди еще играют в эту игру, значит, она им нужна, и кто-то еще создает новых персонажей. Рассмотрим абсолютно все. На текущий момент в World of Warcraft Classic есть 9 игровых классов, 8 из них идут к Альянсу, 8 идут к Орде. Суть в том, что Паладин играбелен только за Альянс, ну а Ордынцам достался Шаман. В целом, все классы неплохие относительно на классике, но есть спеки, которые реализованы только в PvP, либо они имеют какую-то ограниченную мощь в PvE, и если вы нацелены на что-то большее, то, возможно, вам стоит выбрать какой-то другой класс или спек. Так, постараюсь относительно как-то кратко рассказать обо всем этом и ответить на основные самые вопросы, которые будут в комментариях вами изложены. Начнем с воина. Тот класс, которым я отыграл на классике с самого его старта, отыграл 10 лет до старта классика и вообще, в принципе, начал играть воином. Воин защиты прекрасно себя показывает. В подземельях, при прохождении рейдов он очень нужен и частенько каким-либо группам именно нужен воин танк. То есть, если вам будут писать о том, что стоит вам потанчить данж или что-то типа такого, не отказывайте людям, если вы в хороших с ними отношениях. К тому же, если вам что-то падает полезное с этого данжа, стоит согласиться и помочь им. Это будет приятно, полезно и по времени это будет просто идеально. Прохождение подземелья с воином танком всегда заканчивается победой, успехом. Воин в танке имеет прекрасное снижение дэмэджа по себе, хороший рага-набор, если все прекрасно в этом плане, в плане шмота. Ну и агросы этого прекрасно набираются, само собой. Не стоит забывать о двух прекрасных дд-ветках у воина. Первое неистовство, второе оружие. Оружие более актуально в пвп, но опять же, если соло лететь в кого-либо, ничем хорошим это не обернется. Играя с кем-либо хилом в связке, все будет просто замечательно. В открытом ворлд пвп на бг каком-либо в будущем, все будет прекрасно. Фурики прекрасны в рейдах. При должном наборе шмота, правильном наборе шмота, при дропе мечей прекрасных, конечно же, все будет просто прекрасно у фурика и дэмэдж можно будет выдавать за облачные, к тому же, если вы обмажетесь бафами. Далее, второй класс, о котором мы поговорим, это друиды. Кошек не особо воспринимают, хотя та, которая бегает у меня сзади, воспринимает себя просто прекрасно. Коты прекрасные флагоносцы в пвп. Начнем с этого. Если рассматривать совушку, то тоже больше идеально для пвп, за счет своего какого-либо контроля и прочего. В пве, мне кажется, больше актуальны хилы, так как вообще место друидов ограничено в рейде. Их не любят брать более двух, либо трех в рейд. Ну, это просто ни к чему. Ну а танки-друиды, зачем они, если есть воины? Охотники. Класс, который имеет при себе активного питомца. Класс, который может просто прекрасно фармить какие-либо споты мобов. Класс, который идеален при своей прокачке. Пет летит, а Хант, который на 4 левела меньше, чем этот моб, прекрасно смотрит на то, как питомец просто раскусывает лицо этому мобцу. Ну не сказка ли это? Я думаю, это сказка. Так вот, суть основная в том, что охотник еще полезен в рейде и инстах. Полезен он за счет того, что бафает милигруппу, бафает, вернее, дебафает босса на метку охотника. Ну а также у него есть усмиряющий выстрел, который изначально не присутствует у охотника, но изучается с помощью книжки, которая падает с огненных недр. За счет этого охотник показывает максимальную свою полезность, снимая какое-либо иступление с боссов. Четвертыми по списку, в моем, воображаемом списке, идут маги. Маги чаще воспринимаются как просто-напросто обычный холодильник для кого-либо. Дай еды, дай воды, ну там, дай портал, хоть это и не функция холодильника, но все же. То есть, просто как обычный сервис. Не более того, но на самом деле маг имеет при себе хорошие ауэ способности, позволяющие ему наносить прекрасный ауэ дэмэдж в подземельях, в рейдах, в некоторых местах это полезно. Также маги прекрасны при прокачке. Если выбрали путь гринда, то просто прекрасно ауэшат мапцов, начиная с какого-либо определенного уровня. И прокачиваться им, в принципе, легко. И в рейдах вы найдете себе место, и в инстах найдете место. Само собой, если будете достаточно хорошо одеты. Жрецы. Жрецы очень актуальны как хилы. Так как у них высокий хпс, у них полезный баф, и все у них в принципе хорошо. Но они носят ткань, поэтому если на них сорвется агра, или случится что-то незапланированное, или в них влетит какой-нибудь разбойник, то есть какой-либо пвп случай рассмотрим, они очень быстро отправятся на кладбище. Увы, если рассмотреть шп, престов, ветки, тьма, то у них ограниченное количество мест в рейд, всего одно. И его дебафы в приоритетах висят на 10-11 месте, что в принципе-то относительно неплохо. И самое главное, он имеет право на то, чтобы занять эти дебафы для себя разбойник. Класс, который может заниматься мирным обшариванием карманов, либо же заниматься жестоким делом, гангом, еще более жестоким стрим-снайпинг. Выдавая хороший дпс разбойникам, вы обеспечите себе место в рейде. Выдавая хороший дпс, вы прекрасно будете чувствовать себя в пвп. Класс, имеющий инвиз, в принципе способен делать абсолютно все, что угодно в этой игре. Могу даже сказать, что разбойники чувствуют себя богами на текущий момент в классике. Не знаю, изменится ли это вообще в принципе с выходом новых контентных фаз, но на текущий момент так оно и кажется. Варлоки. Прекрасный сам по себе класс, имеющий каких-либо питомцев с целью того, чтобы прекрасно чувствовать себя в различных ситуациях. Баф на хп? Без. Танкование? Демон Бездны. Суккуба, по-моему, дает контроль, если я не ошибаюсь. Также у Варлока есть Сумон. Например, ситуация как сейчас. 39 человек в рейде. Я пришел, приехал, только допустим сел за компьютер, либо там что-то чрезвычайное случилось, свет выключило в доме. Интернет не оплатил. Кстати, сегодня 1 октября, так что оплатите обязательно. По итогу я захожу, у меня очередь, 39 человек уже почти стоят у первого босса, но Варлок вместе с двумя рейдерами выходит и сумонит меня. Все прекрасно, все хорошо, все довольны. Почти. Также у Варлока есть Хеллстоун, Камень Здоровья, который можно просто-напросто передать танку и, быть может, это спасет его в кое-либо опасный момент. Два класса, которые поделены фракционно. Паладин достался Альянсу и Шаман, который достался Орде. Начнем с паладина. Паладин хороший хил, имеющий при себе доступ к различным аурам, дланям и он очень полезен. Это факт. Носит латы при себе, так что получить какой-то там ваншот в ПВП, это будет крайне сложно для него. Дамага он будет по себе получать все же меньше. Но если мобы какие-то переагрятся, то тоже, в принципе, относительно не больно будет для паладина. У него есть Бабл, у него есть Боб, у него есть Фридом, у него есть различные ауры на повышение демеджа, на повышение сопротивления каким-либо стихиям. Так что паладин хороший хил, чуть хуже приста и ценится весьма неплохо. Если поговорить о проте и ретрике, то это немножко нереализованные классы, а именно специализации на классике. А все почему? Танкование прота ограничивается 5 пипл донжами. В рейде жить им тяжело, таунта нету и какого-то актуального рейдового шмота вроде бы у них на текущий момент не особо-то присутствует. Если говорить о ретрике, очень много шмота нужно, собрать это тяжело, возможно придется у кого-то это выроливать и другие классы будут не особо этому рады. Шаман весьма неплох как хил, имеет при себе тотемы различные, которые тоже крайне полезны. Больше все-таки в пве ценится он как лекарь. ДД спеки больше рассматриваются в пвп, если вам нравится играть в мили дистанции, то энг. Ну, по-поему медленный, бегая с двуручкой и все такое прочее. Увы, играю за альянс, информации насчет шамана крайне мало. Но элем больше подойдет для РДД стиля игры, ну и если вам нравится издалека просто-напросто лупить молниями. Единственное, что я могу сказать точно, что хил из шамана очень хороший, это точно. Так что такая вот вам небольшая информация, обдумайте ее. Если где-то я ошибся или что-то высказал неправильно, дайте знать об этом в комментариях, чтобы тот человек, который уже опустит ленту видосика, прекрасно все увидел, прочитал и учел этот факт. Всех вам благ, счастья, здоровья. До встречи на Игромире. Берегите ноги. До скорого. Продолжение следует.